Регрессники в очередной раз получили отказ на требования о прекращении налоговых отчислений сумм, выплачиваемых за потерю трудоспособности. Апелляция на решение городского суда о правомерности взимания налогов была оставлена без изменений. Мыторство регрессников длятся с конца 90-х годов. Не раз в коллизии вмешивались мажили смены, депутаты Маслехаты и, наконец, выплаты состоялись. Не все дожили до этого счастливого момента. Но недополученные суммы после долгих лет оббивания порогов различных инстанций были выданы. Суммы получились кругленькие. Хэппи-энд. Счастливый конец. Но вмешиваются налоговые органы. Как же выдавать такие суммы и без отчислений в бюджет государства? И суммы налогов, естественно, получились немаленькие. Цифры шестизначные. Регрессники возмутились. На старости лет вновь остаться в положении нищих несправедливо. Сатпек Торинхан и Владимир Сиденко подали иск против налоговых органов. Районный суд они проиграли. Городской апелляционный тоже. Теперь заседание апелляционной судебной коллегии областного суда. Ответчик доказывает, что налоги берутся законно, как с утраченного заработка. Истцы утверждают, что деньги, выплаченные регрессникам, к этой категории не относятся. Но человек утраченный заработок этим гражданам не восстанавливался. Ведь он на временных пособий в то время не выплачивал, они их не получали. В данном случае мы имеем дело именно с возмещением ущерба, а не возмещением утраченного заработка. Представитель налоговых органов привел свои доводы, отвергающие претензии истцов. Причем и первые, и вторые опирались на букву закона, на законодательные акты. Простому человеку в судебной казуистике сразу и не разобраться. Ощущение такое, что для государственных налоговых органов законодательные акты писались отдельно от общегражданских. Есть явные противоречия, нестыковки в понимании одних и тех же процессов. Но дело не в этом. Истцы в очередной раз потерпели поражение. Восстановление федерационной судебной коллеги по гражданскому административным делам Караметинского областного суда 8 мая 2013 года по данному делу оставили изменения. Конституционную ужалу у представителя из СОП без удовлетворения. Настроение у немолодых уже людей неважное, но боевой дух не пропал. Дальше будем подавать в Верховный суд, потому что нарушены конституционные права граждан. Суды не вправе применять законы ухудшающие положения. К тому же, как вы слышали, фактически людей лишили содержания за несколько лет. Кто их будет содержать на старости лет? Эти люди при бессрочной инвалидности, согласно закону, пожизненно не облагаются налогом, если не ведут коммерческой деятельности. Пособие, которое они наконец-то получили, не является заработной платой. Все должно рассматриваться с точки зрения времени. На правоотношения, которые были до принятия новых законодательных актов, разве действуют новые параграфы законов? У регрессников впереди Верховный суд. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова